Другая тишина 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 профессиональное мастерство, скажем так. Да, в Аргентине, но на самом деле это уникальный мальчик и парень, я не знаю. И музыкант. Чем только он не владеет, и что только он не умеет, он в совершенстве владеет испанским. И он, да, Александр Дементьев. Невероятная личность. Я думаю, мы о нем еще услышим. Мне кажется, у него большое будущее, честное слово. А сложно было работать над книгой, но все-таки я так понимаю, что переводили с подстрочника, да? Каким-то образом. Было легче работать, потому что присутствовал автор. Автор присутствовал, да? Мы работали втроем. Саша делал подстрочник, и Эдильсон тоже тут же присутствовал. Он пытался сделать поэтический ряд. Мы решили делать книгу близко к тексту, но в поэтическом таком, потому что можно по-разному перевести, уйти немножко от текста. И я тут присутствовала, потому что, когда я видела, и они мне говорили, как они видят какую-то, допустим, образы. Образ какой-то. Я говорила, нет-нет-нет, я не так это вижу, и совсем я не то хотела сказать. И поэтому работа достаточно сложная была, потому что пять стихотворений было, тоже по времени сложно перевести. Но всю книгу, ну просто заняло достаточно времени, и работа была такая упорная. Творческая, да? Но так как эта книга посвящена моему отцу, вот, для меня она очень важна. Год назад он ушел, к сожалению, да. Да, вот пять стихотворений были переведены, или три стихотворения при его еще жизни, но когда он ушел, я поняла, что эта книга, ну что я могу сделать для него вот в данный момент жизни, когда он по другую сторону баррикады находится. Эта книга, я думаю, он бы был невероятно счастлив, и там подписано, вот прочти, там написано на двух языках. Для меня отец начал и значит очень много. Да, Метелицы Валерию Андреевичу, моему герою, отцу, другу, учителю посвящается. Да. Ну, вообще книжка очень красивая, на самом деле очень красивая. И бумажка такая красивая. И бумага хорошая. Просто и события удивительные, на самом деле. Я думаю, что для поэта-то это большой праздник, на самом деле. Я была очень рада. И то, что выход действительно и на русском, и на испанском, вот здесь, ну это просто потрясающе. Любят в Аргентине поэзию? Вот много у них таких точек? Да невероятно, конечно. Аргентинцы же, они как... Они музыкальные очень, как я понимаю, да? Они музыкальные, поэтичные. И у них сейчас, мне кажется, что они немножечко от нас отстают по времени в том смысле, что у них где-то 60-е годы. Вот такое ощущение. Расцвет, когда у нас был, да? Да-да-да, расцвет всего. Время эстрадной поэзии, да? Страна молодая, по крови. И они такие дети, вот по-хорошему дети. Поэтому очень много культурных центров, почти каждый район, да, имеет свой культурный центр, где проводятся вечера поэзии. Но очень много... Вот выйдешь в парк, там будут уже бить барабаны. Это Буэнос-Айрес, да? Буэнос-Айрес, да? Буэнос-Айрес, очень-очень музыкальный культурный центр. Это город, европейский город во всей Латинской Америке, единственный такой город. Ну, очень невероятный. Посмотри, Верета, традиционно Аргентина была центром еще и русской эмиграции. И после 17-го года, и после Второй мировой войны сохранились там русские корни. И вот я, насколько знаю, у тебя же несколько презентаций было, в том числе, по-моему, в русском доме, да? Да, у меня была первая презентация книги в издательстве, где меня издавали. Это издательство Леопольда Люгонеса. Там последние годы даже работал Борхес, и даже я посидела в кресле на презентации, да. И меня представил председатель «Союза писателей». То есть для меня было так это почетно и неожиданно. У них есть тоже, то есть «Союз писателей». Да, и даже меня приняли туда. Представляешь, у меня даже есть карточка, что я там. Ну, вот это точно ты единственный, наверное, все-таки русский писатель, русская поэтесса. И после того, как дали мне вот этот вот документ, мне разрешили выставиться на международной ярмарке поэзии, которая... Ой, поэзии, вообще литературы, которая проводится один раз в год. Книжная ярмарка. Книжная ярмарка, да. И это издательство представило мою книгу. Там есть фотографии, где я среди других книг. Ты вышла на международный уровень. Да, ну почти что. Только меня никто не знает, но как будто бы я вышла. У тебя написано, что ты член «Союза аргетинских писателей», да? Да, да. А и еще где у тебя проходили презентации? В «Русском доме». У нас есть такой очаг русской культуры. Это «Русский дом» в Буэнос-Аресе. Действительно, сейчас невероятный директор там, и много проходит событий. И там я представила книжку. Ну, я хочу сказать, что все презентации моих книг были с видеорядом, посвященные моему отцу. То есть папа присутствовал. Я специально все это замышлила для него. И говорила о нем. И мне очень много ребят помогало. Приходили аргентинцы, играли на гитаре, на инструментах мои друзья. Читали стихи. Мы читали как вот синхронно. Допустим, я читаю, сразу идет несколько строчек на испанском. Там очень много людей откликнулось. И спасибо всем-всем-всем большое. Переда, ну а как воспринимают... Там же много соотечественников, да? Как они твои поэзии? Те русские, которые живут там, да? Ко мне очень нежно, хорошо относятся. Ты же достаточно долго там живешь. Сколько ты живешь уже в Аргентине? Ну, шесть лет точно. Шесть лет. Ну, это достаточно приличный срок. Тебя уже знают, я думаю, как поэтессу, как художницу, да? Да, мало того. Я еще привезла Наташе Николенковой книгу туда, в Аргентину, и подарила ее библиотеке русского дома. И теперь наши две книжки там рядышком стоят. У них печать есть, библиотека в Аргентине. Наташка и я. Вот наша вот эта вот серия. Да, да, да. И книжка оформлена твоей графикой. Да, графика некоторая. Прямо для этой книги сделана. Несколько графических работ уже были. Это старые или новые графические работы? Много. Вот, может быть, три старых, четыре. Остальные все новые. Ты продолжаешь работать как художник, да? Вот этот год прям даже больше, чем обычно. Когда Варюха у меня решила учиться в Барнауле, она уехала, и я себе позволила работать наполовину меньше. То есть я работала три дня как педагог. И три дня, и даже четыре. Я не выходила из дома. Занималась только живописью. У меня есть идея такая, очень большая мечта, сделать серию портретов людей, тех людей, которые мне в Аргентине дороги. Ну, то есть некоторые ушедшие уже, как Мерседес Соса, как Рубен Хуарес, невероятный бандонянист и просто невероятный человек. Ты всех знала? Нет, они уж умерли. Я когда приехала... Нет, нет, нет. Но Мерседес Сосу многие же знают. Не только за рубежом. И еще есть некоторые, которые ныне живущие. Но они уже, может быть, уже в возрасте или немножко сошли со сцены. И моих друзей, которые там присутствуют. Я хочу сделать серию. И если вот все будет, то, может быть, выставлю ее... Вот есть такой там дом танго, как, может быть, там учат танго. Да, да. И вот я хочу... Как у нас дом музыки, да? У нас дом танго. Да, да, да. Ну, я забыла, как называется поочетче. Может быть, там сделаю. Потому что Рубен Хуарес, он тангер. Это понятно. А ты бы не хотела сделать выставку здесь, на родине, в Барнауле? Ну, я понимаю, что сложно привезти картину. Но, тем не менее, может, в скатке как-то, допустим, не скажет. Так, если я хочу, я вот сейчас вернусь в Буэнос-Айрес, сделаю выставку там, потом я думаю, что я все работы как-то сюда перевезу или, может, закроюсь в мастерской, что-то новое. Потому что невероятно много идей в голове. Да, а ты сейчас пишешь не только графику, но и маслом, да, получается? А я всегда маслом была. А ты параллельно всегда писала. Но я больше тебя как художник и график знал всегда. Да, да, да. В основном тушь, перо, акварель и масло. Вот это мои три любимых техники. Много у тебя новых картин теперь? Очень много. Много, да? Много, да. На выставку хватит, да? Хватит. Хорошо. Сорок-то будет, наверное. Тогда будем ждать, когда в Барнауле пройдет твоя выставка. А презентацию этой книжки не хочешь сделать? Ты же до октября будешь в Барнауле, да? Да, у меня книжек с собой привезены. Нет, просто презентацию, встретиться с читателями, почитать стихи. Я имею в виду презентацию, представить книгу. Да, я какая-то сейчас стала такая не очень общественная. Но если вдруг кому-то будет интересно, я бы все рассказала, на все вопросы бы ответила. Было бы хорошо. Да. Спасибо большое тебе за беседу. Еще до новых встреч. Удачи. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была поэт и художник Виолетта Метелеца. Она рассказала о своей книге «Другая тишина», вышедшая в Буэнос-Айресе. Спасибо за внимание. До встречи. Спасибо.